Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Как понять, что Господь тебя слышит? Господь ближе к тебе, чем твой собственный нательный крест. Если мы скажем, что Он кого-то не слышит, то пригрешим против Его всемогущества, вездесущее всезнание. Да, это страшно. Это реально страшно. И в момент сознательного совершения греха очень стыдно. Нам даже молиться из-за этого про себя сложно, потому что мы хотим молиться вслух, петь, хотя бы шептать молитву. Потому что принять то, что Господь слышит в молитву, даже когда ты не шевелишь губами, это значит признать то, что Он слышит мысли, и не только мысли молитвы, а слышит все. Это сложно, это прям как-то не по себе становится. Конечно, это должно мотивировать тебя к праведности. Но чаще нас это мотивирует к тому, чтобы убедить себя в том, что вообще Бога нет. И лучше об этом думать не буду. Пойду во все тяжкие. А там разберемся. Человеку тяжело додумывать до конца. Некоторые весьма логичные и правильные мысли. Но вопрос на самом-то деле не сводится к тем словам, которым он описан. Потому что, как я понимаю, вопрошающий хотел узнать, как понять, что Господь исполнит твое желание. Услышит в плане выполнит. Сделать так, как ты хочешь. Как ты просишь, как ты вымаливаешь. Нужно подчеркнить. В этом, наверное, содержание вопроса. И у Библии есть на него ответ. Он непростой, интересный. Во-первых, евангелист Матфей пишет, что знает отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у него. Ага, зачем тогда молиться? Если он все знает наперед, почему он сразу все не сделает? Потому что мы с вами не пальчиковые куколки, мы с вами свободные люди, созданные по образу Божьему. Это не значит, что у Господа где-то там на небесах вот такие же ушки есть и носик. Это значит, что та свобода, которая обладает, он обладает и мы. Есть еще другие нюансы, но сейчас я хочу на этом остановиться. То есть он не может нас заставить, не может нас принудить и не может причинить нам счастье, пока мы сами не захотим этого. Желает нам благо. Но если ты считаешь, что не Бог источник блага, то ты его просто не пускаешь в свою жизнь. А он нарушить не может, как и негодяя его не может остановить из-за его злой воли. Но складывают обстоятельства так, чтобы зло, причиняемое людьми или дьяволом, привело в конечном итоге благим последствиям. Так и не может нас заставить быть счастливыми, если мы считаем, что не Бог источник счастья. И не может действовать вопреки своей воле и промысла и предопределения относительно к человеку. А к чему он нас предопределил? К святости, к любви, к вечной жизни, к святости и любви с ним. Бог хочет всем спастись и в разум истины прийти. В этом контексте апостол Павл пишет, вот такое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле его, он слушает нас. То есть просить надо что-то так, чтобы дать все равно возможность действовать Богу не по нашему трафарету, не по тому плану, который мы начертили, а по своему. И не то, чтобы Господь решал, на этом женись, на этом не женись, тут учись, здесь не учись, здесь работай, здесь не работай. Он близок к нам, но все равно главная задача его перевести нас к вечной жизни с ним, к вечному счастью, а к не вечному жизни, печали, страдания и горевания. Он понимает, что все наши земные поступки, возможности, приобретения так или иначе должны или вести нас ко спасению, или хотя бы не мешать этому, не ограничивать наши отношения с Господом Богом. Поэтому, когда ты чего-нибудь просишь из того, что не нарушает волю Божией о твоем спасении, вполне возможно, ты можешь это получить. Как напишет последствия апостола Иаков, вы просите не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. По похотям вашим, как написано в церковно-славянске. Хочу денег и побольше, но, знаете, многих, любая сумма денег может увести от спасения. Уж поверьте священнику, нам кажется, что ух, мне бы сейчас-то сто тысяч миллионов. Ух, я бы там развернулась душа. Ух, сейчас всем бы помогла. Кому-то помогла бы, да. Но сама могла бы тоже низко пасть. В принципе, не хочу на этом заострять наше внимание, потому что я не специалист в этом вопросе. Кому деньги на пользу, кому вовред. Но уж помните, что труждающийся достоин пропитания, говорит Писание, и чем больше ты трудишься, тем больше пропитания будет у тебя и у тех, кто тебе дорог. Исполняйте простую заповедь. И будешь счастлив, будешь благополучен. Только иди к цели, не используя нелегитимное средство. Не, не ври, не иди по трупам голову. Не все происходит так, как мы желаем, а все же Господь ведет всех желающих спасения к себе, хотя и не теми, может быть, путями, которыми мы хотели бы. Поэтому помните, что Господь не старик, а тапочек, которого надо припереть к стенке с сорока-сорока устами, вырвать из бороды волосинку, произнести волшебную фразу и ждать получения ожидаемого. Как говорил Льюис Аслан, не ручной лев, нет таких магических нитей, которыми можно было Бога заставить что-либо сделать. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь словами пророка Исаии. Помните, любую молитву надо оканчивать не просто словами, а искренним желанием, чтобы была воля Твоя, Господи. Как бы ни тяжело Тебе было проговорить эти слова. Не можешь, хочу по-моему, Господи, только по-моему. Здоровья, 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 жизни, правда, это плохие вещи. Но его пути не наши пути. Примите, как есть. Еще раз помните, что если не ко благу желаемое, то не получим. А если получим, вот вымолим, смотрите, чтобы не было, как у матери Рылеева, вымолившая сына, в результате получившая худшее. Известная история, можете в интернете посмотреть, я сейчас ее рассказывать не буду. Доверьтесь Богу, доверьтесь. Молитва в доверии совершаемая творит чудеса. Господи, я не понимаю, почему так, почему не получилось так, как я хотел или хотела. Но я надеюсь, я верю, что это приведет к благим последствиям. И наберитесь терпения. Может быть, понадобятся 2-3 года. Может быть, 4-5. Может быть, 7. Я вас уверяю, нет такого горя, нет такой беды, нет таких слез, которые не были бы вытерты, утешены и приведены к благим последствиям и в жизни, и в будущем. Господи, помоги нам. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok